Еще одна актуальная тема – это экология. Очень важная сфера, которая влияет на качество жизни населения. Согласно опросу, только 48% наших граждан удовлетворены экологической ситуацией. В связи с этим был принят новый экологический кодекс. Это систематический исчерпывающий документ, подготовленный с учетом пожеланий общественности. Кодекс также соответствует передовым международным стандартам. Глава государства уверен, что посадка двух миллиардов деревьев станет общенациональным мероприятием. Задача заключалась в том, чтобы определить наиболее подходящие места для посадки путем научного анализа. В целом, экологические показатели планируется передать на открытый контроль граждан. Для этого правительству поручено разработать национальный проект «Зелёный Казахстан» на 2021-2025 годы. У нас в Акмолинской области сложилась достаточно хорошая экологическая обстановка, но есть проблемы с переработкой твердобытовых отходов, загрязнением автотранспорта. Мы совместно с учеными КГУ имени Шаканова-Лиханова ведем научную работу. Это касательно применения отходов в промышленности в качестве удобрения. Данная разработка помогает нам решать сразу две экологические проблемы. Это накопление отходов в промышленности, золошлака и деградация почв. Экоамбассадор Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Ейдель Айшук отметил, что у нас есть большой потенциал для совершенствования экологической грамотности в обществе. Он намерен работать с экологическими волонтерами, чтобы обеспечить надлежащее функционирование нового кодекса в регионе.